С нами на связи Олеся Яхно, политолог. Приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Здравствуйте. Леся, ну, потребность Украины, она очень остра сейчас, да, с учетом участившихся ракетных атак Российской Федерации по мирным украинским городам. Да, эта история понятна. Можете разъяснить, почему, ну, так кажется, что с предоставлением этих новых систем ПВО, противоракетной обороны, противовоздушной, ну, вот ощущается какой-то, да, момент промедления, да? С чем он глобально связан, по вашему мнению? Я думаю, все-таки связан с долгой войной, растянутой во времени, когда постепенно все как бы привыкли к тому, что эта война надолго, и к тому, что, собственно, Запад избрал такой вариант как менее рисковый для себя, а именно долгую войну, растянутую во времени, когда нужно, с одной стороны, не позволить Украине проиграть, а с другой стороны, и не помогать настолько, только чтобы Украина выиграла. Но, наверное, Запад настолько, как бы, да, остановился в этом статусе КВО, частично переключившись на свои внутренние процессы, имея в виду избирательные кампании в ряде стран, что в какой-то момент стало понятно, что это не просто статус КВО, и не помощь Украине, чтобы Украина, там, да, не победила, да, как бы не проиграла, но и не победила. А этой помощи недостаточно для того, чтобы просто удерживать позиции, и Россия активно, как уже всем очевидно, использует этот момент, причем использует достаточно агрессивно и достаточно на разных направлениях. Это не только обстрелы инфраструктуры украинской, массированные, что все наблюдают, и именно поэтому Украина говорит, что нам не хватает ПВО на всех площадках, на которых это возможно. Но это и наступление на Востоке, а это также активные дезинформационные кампании, ориентированные как раз на подрыв помощи военной и финансовой Украине. Поэтому, мне кажется, в какой-то момент, ну, Запад, наверное, решил, да, или определил так для себя, что без дополнительной помощи Украина, может, не перейдет в контрнаступление, но будут такие, как бы, позиционные бои с незначительным продвижением российской армии. Но, как видим, это не так, потому что Россия, стремительно, используя эту паузу, пытается технически, технологически перестраиваться под задачи и под текущие потребности фронта, переходит в активную фазу наступления, и, ну, в этом смысле, конечно, в части, например, ПВО, там, если Запад опасается предоставлять дальнобойные ракеты, там, например, как Германия, Таурус, то в части ПВО, ну, здесь можно было просчитать и можно было действительно гораздо быстрее запустить этот процесс, потому что по ситуации на сейчас действительно, да, все-таки нанесла или наносит Россия значительный ущерб украинской инфраструктуре, делая это абсолютно целенаправленно, и мы видим, что, да, сейчас Запад мобилизовался, Германия нам предоставила, ну, в принципе, достаточно оперативно, приняла решение предоставить имеющиеся системы Патриот, я думаю, что в ближайшей перспективе и другие страны все-таки найдут это необходимое количество Украине, но в целом эта пауза, да, которая возникла, действительно, если бы у Украины было достаточно хотя бы систем защиты, то вред, наверное, был меньше, и это как бы в очередной раз доказывает Западу, что дело не в том, чтобы, знаете, там посмотреть, а как будет вести себя Россия, если Украина не будет переходить в контрнаступление и не будет отвоевывать, даже, да, те территории, которые захватила Россия. Мы видим, что на этом российская власть не останавливается, и она использует действительно эту паузу для максимального продвижения, для максимального принесения вреда и агрессивных дезинформационных кампаний с тем, чтобы с позиции силы потом действительно предлагать свои собственные переговорные позиции. Поэтому эта ситуация, которая возникла, да, вот в эту паузу с американской помощью и с тем, что, ну, как бы Европа, да, она перестраивается, но всё-таки не так быстро, как там бы хотелось, в части предоставления помощи. Но эта пауза и поведение России, я думаю, что должны стать наглядным примером того, к чему такие паузы приводят, и к тому, что этого не стоит допускать, потому что даже незначительный временной лаг, он уже, как сказали недавно в своём отчёте эксперты Института изучения войны, что это формирует такая динамика, да, которая пытается воспользоваться Россией, преимущества, может сформировать действительно какие-то стратегические уже, да, для России завоевания на этом направлении. Поэтому нельзя допускать, и я думаю, что, ну, Запад должен, конечно же, из этого сделать выводы, увидев поведение России, увидев, да, как она, я повторюсь, быстро перестраивается технически под задачи фронта, максимально пытаясь использовать, да, вот эту ситуацию, когда в Штатах заняты своей внутриполитической повесткой, также есть выборы в других европейских странах, и раз возникла эта пауза, то надо, конечно, по максимуму ею воспользоваться, тем более, пока Украина не получила там ни Ф-16, ни как бы нам не хватает, да, даже просто амуниции, артиллерии, Россия это использует по максимуму. И я помню фразу, которую кто-то спросил у Путина о переговорах, и Путин ответил, ну, там отсутствие вооружения у Украины не повод для переговоров, то есть это как бы для той части уже западных политиков, там типа, да, даже в американской среде они есть, как, например, конгрессмен Грин, которая сказала, что помощь, которую мы предоставляем военная, она как бы, да, способствует еще большей войне. Там есть Орбан, есть другие политики, которые считают, что там, да, если не предоставлять помощь, если Украина не будет воевать, то это приведет к остановке войны. Нет, Путин открытым текстом говорит, что отсутствие вооружения Украины не повод для того, чтобы начинать переговоры, а ровно прямо наоборот, это возможность для того, чтобы дальше продвигаться и только наращивать свою агрессию. Поэтому Запад, конечно, должен сделать из этой ситуации вывод. Олеся, я также хочу напомнить нашим зрителям, что страны, у которых есть ППВО, могут предоставить ПВО, у которых нет таких систем, могут финансово поучаствовать просто в закупке ПВО для Украины. Также шла речь о наращивании промышленности для изготовления новых систем. Собственно, вот мне интересно у вас, как у политолога, узнать мнение, насколько на сегодня поддержка Украины все еще является таким, ну, скажем так, позитивным, скорее, и бонусным таким чем-то для европейского лидера того или иного. Потому что на самом деле, ведь способность лидера реагировать адекватно на угрозы – это очень важное качество. И вот на месте жителей Европейского Союза и любой из стран НАТО, я считаю, что это качество стоит все-таки учитывать, потому что Россия уже не намекает странам НАТО, ведь уже действительно звучат определенного рода угрозы. И то, как реагируют на происходящее в Украине определенные лидеры, и то, насколько они смело принимают решения, это ведь показатель и для безопасности любого гражданина из стран НАТО. Ну, прежде всего, что касается ПВО, вы правильно сказали, действительно, сама эта система очень мобильная между странами, можно там и предоставлять даже временно, можно брать, одна страна может брать в другой, и потом перенаправлять это Украине. То есть технически это, конечно, вопрос определенного времени, но главное — это было принятие политических решений, собственно, как и предоставление других видов военной помощи или там амуниции. Если принимается такое решение, то дальше это вопрос просто реализации, и технически это можно обеспечить не каким-то одним вариантом, а несколькими. Что касается почему, ну, собственно, насколько принятие решений в части Украины является отображением в целом позиции Запада, то здесь как бы, ну, вот Запад, наверное, пытается, точнее, если мы говорим о странах ЕС или странах НАТО, ну и, конечно, США, пытаются, наверное, все-таки совместить вот эти два подхода. Да, есть с одной стороны тактический момент, и есть внутриполитические ситуации, есть выборы, и есть как бы стратегический вопрос. И, с одной стороны, Запад понимает как бы стратегичность вообще всей этой темы, потому что война не ограничивается только Украиной. Знаете, когда там Черчилль сравнил, да, вот это примирение в свое время накануне Второй мировой войны Германии с крокодиловыми слезами, там, да, намекая, что нельзя как бы примирять или там усмирять, потому что это все равно закончится агрессией, я думаю, что тоже, несмотря на тон, несмотря на вот эти заявления какие-то о переговорах, я думаю, что все понимают, что речь идет, да, вот о таких крокодиловых слезах в 21 столетии, когда нельзя верить, когда все понимают угрозу не только для Украины, но и в целом и для стран ЕС, и для стран НАТО, но вот это ощущение близости угроз и общего темпа, мне кажется, оно все-таки разное внутри как Европейского Союза, так и внутри НАТО. Например, ну, это же классика, то, что страны Восточной Европы или страны Балтии, они гораздо ближе ощущают эту угрозу, и они не говорят об этом как о какой-то абстракции, да, то, о чем сказал премьер-министр Туск Польши, премьер-министр Туск, он говорил о том, что это не какая-то далекая перспектива, а это то, в чем находится та часть Европы, которую он представляет, это предвоенная ситуация, он даже сравнил с 1939 годом, в то время как другие страны, например, да, могут не так близко ощущать эту угрозу и считать, что это где-то далеко, и что не так важно принимать какие-то решения прямо сейчас, и что это не касается их безопасности. Хотя, например, для меня было показательно то, что даже Греция сказала, что они хотят создать систему ПВО у себя по типу израильского купола, то есть как бы приходит вот это ощущение угроз, в связи с тем, что мир вообще становится, как бы не движется в сторону от войны, а он вообще движется в сторону конфликтности. И то, что как бы Штаты, вот эта пауза с помощью, с предоставлением помощи Украины, она как раз и заставила другие страны более остро чувствовать эту угрозу, и еще непонятно, какой будет поствыборная политика Соединенных Штатов. И в этом смысле, мне кажется, только наступает вот это, ну как бы, наверное, сближение в ощущении одинаковом остроты угроз. И если оно будет, то, наверное, тогда и будет пониматься, что непосредственно от темпа предоставления и от объема предоставления помощи Украине зависит и собственная безопасность этих государств. Хорошо, конечно, и правильно вкладываться в развитие собственной системы противовоздушной обороны. И мы знаем, что страны НАТО обновляют ее, и это правильно. Но я думаю, что и внутри, и среди разных стран НАТО должно быть понимание о том, что своевременная помощь и необходимая в том объеме, в котором она нужна Украине, это гарантия в значительной степени от того, что война действительно будет разрастаться больше и глубже, и касаться гибридных или прямых военных вызовов, ну, гибридных так точно, самих стран ЕС и стран НАТО. Уже сегодня очень много речь идет о том, например, если говорить о НАТО, о рисках для подводных кабелей, для стран НАТО со стороны России. Это как бы одно направление. Оно вроде бы не совсем взаимосвязано, но все прекрасно понимают, что агрессия и чувство уверенности как бы, да, вот в своем преимуществе на одном направлении, как, например, войне России против Украины, оно автоматически, да, предоставляет уверенность и на других направлениях, потому что это тест определенный на реакцию в целом и Европейского Союза, и НАТО. Поэтому мне кажется, что вот этот вариант как бы долгой войны, растянутой во времени и определенной паузой в связи с электоральными кампаниями и длинными циклами, как, например, в Соединенных Штатах, когда во многом стратегия будущая, она будет, наверное, пересматриваться по итогам выборов, по итогам действительно предоставления, наверное, Украине уже более, да, вот то, чего мы хотим, МИАФ-16 и, может быть, большего количества дальнобойных ракет. И, наверное, будет пересматриваться или формироваться точнее эта стратегия. Но я думаю, что Запад должен вынести все-таки для себя уроки, что вот эта растянутая война во времени, которая предполагает дозированное предоставление военной помощи, это равно потом можно умножать на риски новые, которые возникают для самого Запада. Они никуда не исчезают, в том числе и в виде усиления альянсов или появления новых альянсов, наращивания гонки вооружений, в том числе и в ядерных испытаниях. Да, это всё как бы стимулирует для того, чтобы вообще вот в целом вся эта военная составляющая конфликтная нарастала. Поэтому чем быстрее Запад как бы поймёт, что без военной помощи достаточно для Украины, в принципе, невозможно как бы прийти к миру или хотя бы к тому, чтобы сформировалась такая позиция, которая бы заставляла Россию хотя бы приостановить военные действия. Для этого Украины должно быть достаточно мощи и силы для того, чтобы Россия сама почувствовала, что она устает, что это тяжело и что надо хотя бы остановить военные действия. Я думаю, что Запад должен это понять, как и понять то, что любая пауза или нехватка Украине помощи — это только заканчивается ещё большей агрессией России и чувством самоуверенности в том, что можно дальше и продвигаться уже вглубь, возможно, какой-то страны, если НАТО, но на гибридном уровне так точно. Лесин, давайте поговорим об этом осознании тех стран. Чем грозит эта возможная проволочка с предоставлением необходимых средств и сил для того, чтобы отражать российские атаки. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках встречи «Большой семёрки» провёл переговоры с итальянским коллегой Антонио Таяни. В частности, стороны обсудили шаги, которые Рим может сделать для усиления противовоздушной обороны Украины. Кроме того, Кулеба заявил, что его коллеги из стран G7 определили конкретные шаги, необходимые для помощи Украине. Давайте услышим и продолжим с вами беседу. Будущее Европы решается в Украине, будущее Ближнего Востока решается в Израиле, а будущее мирового порядка решается в обоих этих местах. Запад способен действовать эффективно во всех кризисах, и это должно быть ясно. У него есть возможности, военный потенциал и финансовые возможности, но он должен как можно скорее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы спасти Европу от более крупной войны. И это было основной темой моих разговоров. И мы определили конкретные шаги, которые западные партнёры предпримут, чтобы помочь Украине в этих обстоятельствах. Я думаю, что версия о том, что Западу приходится выбирать между поддержкой Израиля или Украины, неверна, потому что это два театра одной и той же войны. Дмитрия Кулеба, потому что во многом Россия или Иран, которые косвенно ещё с 7 октября, поддерживая действия Хамаса, ну судя по заявлениям, в принципе рассчитывали на то, что Запад действительно будет колебаться в предоставлении помощи и о том, что можно противопоставлять эти два конфликта или две войны. И то, что министр правильно говорит о том, что это да, два-две войны, но они не противопоставляют друг другу, не противоречат друг другу в плане предоставления помощи. От Израиля зависит во многом мир на Ближнем Востоке, от победы Украины зависит во многом, да, действительно ситуация на всём континенте, будет разрастаться война вглубь или нет. Поэтому то, что это не является противоречивым, а тем более, если мы говорим о том, что Иран является непосредственным интересантом и Россия, в принципе, в обеих войнах в этих регионах, это тоже факт и многие, ну как, это очевидно, да, о чём многие говорят. Но министр ещё и говорил о том, что действительно действия должны быть более активными, он говорил о необходимости конкретных шагов и он говорил о том, что у Запада есть ресурсы и возможности влиять и эффективно реагировать на ситуации, на войны в этих обеих, в двух регионах. И то, что действительно ситуация дошла до того, что мы говорим о ПВО на всех площадках, на которых только возможно, и на G7, и на уровне Совета, то, что мы обсуждали Украина-НАТО и вообще в двусторонних разговорах, да просто говорит о том, что, да, ну, что действительно возникла эта пауза и что надо её быстрее преодолевать не только в части ПВО, но и в части нехватки амуниции в Украине и в части, возможно, и в финансовых механизмах, пока помощь США задерживается. Есть как бы те же самые активы российские. Возможно, это и обсуждалось в том числе на уровне большой семёрки. А в целом, конечно, мне кажется, что, ну, в принципе, не должно возникать такой ситуации, чтобы была пауза аж такого характера, что надо призывать, ну, буквально к самому необходимому, то, в чём нуждается Украина, как все заметили, в частности, ПВО. Поэтому хочется надеяться, что в этих конкретных шагах, о которых и конкретных механизмах, о которых говорил Дмитрий Кулеба, в том числе и есть те, которые работают на упреждение и на перспективу с тем, чтобы у Украины был определённый запас, как финансовый, так и военный. Мы знаем, что в последнее время обсуждается создание нескольких фондов и на уровне Европейского Союза с достаточным бюджетом. И вот недавно прозвучало, что и на уровне НАТО это может быть большой фонд к 100 миллиардов на 5 лет. Возможно, и другие механизмы институционального характера, они на уровне доброй воли отдельной страны или там отдельных стран, выделяющих по ходу, за что мы благодарны, какую-то часть из своего бюджета. Но важно, чтобы это было институциализировано и чтобы это не настолько было привязано непосредственно или к избирательной компании или к текущему состоянию будет сейчас выделяться такой объём или нет. А чтобы это было как-то институциализировано и тот же фонд, о котором говорят в рамках НАТО, он должен быть привязан или к ВВП или к другим показателям, но чтобы это было прогнозировано, чтобы можно было понимать, какое количество и какой помощи можно получать от той или иной страны. Возможно, какие-то системные вещи, кроме текущей помощи необходимой Украине и обсуждались на уровне большой семёрки. А в целом, конечно, Запад действительно должен, поскольку это вопрос безопасности и в этом нет необходимости убеждать Запад и самого Запада, всё-таки работать, наверное, на системном уровне. И хотелось бы уже видеть это видение стратегическое дальнейшего этапа войны. Потому что просто, ну как мы видим, вот этот подход помогать Украине как можно долго и не позволить Путину пересидеть Запад, чтобы Украина не проиграла, как видим. Да, даже временные эти паузы, они тут же дают фору и преимущества, которым активно пользуется Россия. Поэтому такого не должно быть. И мне кажется, должен быть какой-то просчёт и понимание общих рисков, а исходя из этого и необходимого количества ресурсов и действий, как ситуация будет развиваться вообще в ближайшие годы. Благодарим вас, Олеся, за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы в эфире «Фридом». Напомню зрителям, что на связи была политолог Олеся Яхно. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok